Бесперебойная работа системы энергоснабжения, особенно в период, когда нагрузка на сети возрастает в разы. Вот общая задача, акцентирует внимание глава Анапы. Проведена огромная работа в сельских округах и городе, но есть еще белые пятна на энергокарте муниципалитета. Администрация берет на себя основной удар по поводу недовольства населения. А у нас есть населенные пункты и отдельные улицы, где ежедневно отключается планово. Так? Отключается электроэнергия. Мы просим людей потерпеть, потому что те работы, которые сегодня проводятся, они позволят в дальнейшем качественно и бесперебойно, самое главное, предоставлять услуги. Люди терпят, но терпение не безграничное. И у меня в том числе. Большая часть жалоб анапчан на низкое напряжение в сети. И здесь позиция главы. Услуга, за которую люди платят деньги, должна быть качественной. В тарифе, в том числе для индивидуального потребителя, заложено инвестиционное составляющее. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Я на этих позициях буду стоять. Поэтому, дорогие друзья, денежки вы должны вкладывать. Мы у людей из кармана. Берем серьезные деньги. И мы не имеем права 160 вольт напряжения, не знаю сколько герц, предоставлять услугу. Анапские районные сети филиал Кубанинерго нашли решение. Инвестпрограмма позволяет по заявлению потребителей и при минимальных вложениях с его стороны строить новые энергообъекты. Мы активно работаем с населением, активно работаем со всеми потребителями. Когда на основании заявления на увеличение мощности, на технологическое присоединение, у нас появилась возможность, можем построить новые объекты и ввести их в эксплуатацию. За 15-й год мы построили и ввели эксплуатацию 38 трансформаторных подстанций. В этом году в планах построить еще 35 трансформаторных подстанций. И в городские сети вложены значительные средства – 134 миллиона рублей. Кроме модернизации энергообъектов приобретено новое оборудование, лаборатория, позволяющая найти причину аварии и сократить время ее ликвидации. Общая проблема для ресурсников в собственности здравниц находятся сети и подстанции. Отношение к обслуживанию этих объектов безалаберное. Другая сторона медали – самовольное увеличение потребляемой мощности. Здравницы растут, вводят в эксплуатацию новые объекты и, конечно, самовольно забирают все больше энергии. Один путь – ограничить потребление, но есть и другое решение. Если вы заявите мощность и они вам дадут технические условия, то мы тоже выйдем из этого положения. У нас тоже будет стабильное энергоснабжение. Поручение главы провести КЧС с участием собственников сетей. Обязать их, во-первых, заключить договоры на оперативное управление энергообъектами и, во-вторых, выполнить новые техусловия.